С заботой не о всех подобные комментарии стали встречаться в социальных сетях после появления объезда Астраханского моста. Теперь маршрут автолюбителей и общественного транспорта проходит через улицу Новослободскую, которая к такому наплыву машин, по мнению горожан, готова не была. Причина простая – нет удобного пешеходного перехода, но эту проблему поспешили быстро устранить. Сегодня ехала по объездной дороге вокруг цирка, обратила внимание, сделали пешеходный переход по улице Леволыбецкой рядом с цирком. Знаки новые поставили. Когда закрыли мост на реконструкцию, много было разговоров по этому поводу. Нас услышали, спасибо огромной администрации. А по самому мосту первые машины проедут не скоро. С генеральным директором фирмы-подрядчика Антоном Кузнецовым пообщался новостной портал 62.Инфо. Специалист рассказал, что работы по демонтажу конструкции моста начались в середине октября. Сейчас на объекте завершаются работы по строительству кабельной канализации. По словам генерального директора фирмы-подрядчика, основную сложность представляет собой количество коммуникаций, которые находятся в зоне проведения работ. Это больше 60 кабелей, все они находятся под землей. Большую сложность и в трудозатратах, и по времени занимает вынос всех коммуникаций. Как только их демонтаж завершится, то рабочие приступят к устройству основной конструкции. Открытие движения намечено на 25 декабря. Для этого, по словам Антона Кузнецова, нужно возвести три опоры моста из свай и монолитного железобетона и провести сопутствующие работы. Перед подрядчиком поставили задачу максимально сократить сроки работ. Насколько это реально, сам специалист ответа не дал. Пояснил лишь, что нужно учитывать и необходимость проведения работ зимой. Всего к реконструкции моста привлечено 69 человек, из которых 32 трудятся на объекте ежедневно и без выходных. Завершающий этап работ по благоустройству запланирован на 2021 год. Он начнется с наступлением благоприятной погоды и закончится не позднее 31 июля. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».